Всем привет! Со многими из вас мы не общались последние несколько лет. Но для меня очень ценно, что вы пришли. Всё это время мой поезд нёсся вдоль и поперёк моих целей и мечт. Я и не заметила, как мы добрались до пункта 40. Сегодня мне исполняется 40 лет, и время подводит очередные итоги. В свои 40 я могу сказать точно. Я сторонник семейных ценностей и семейных традиций. Мои родители были для меня опорой и поддержкой. Наблюдая, как они поддерживают друг друга, Как ценят друг друга, Как вместе преодолевают все препятствия, Как зажигательно танцуют на Новый год под песней на Первом канале, Я ощущала какую-то целостность этого мира. Вся вселенная тогда и до сих пор для меня представляется Дружелюбной и полной безграничных возможностей. Надо просто подойти и взять эти возможности. Мне 40, я не замужем, пока без детей. И вся моя родня по этому поводу очень сильно переживает. Но всё равно, что-то внутри меня Транслирует безудержную радость и предвкушение того, Что всё только начинается. Уже 10 лет над моей кроватью висит карта желаний. Я визуализировала их. Огромная доска, которую мне по заказу сделали краснодеревщики Из администрации президента. На ней вырезаны из журналов картинки разных плав. Огромный дом, утопающий в зелени. Кое-какое здание. Кое-какой мужчина. И кое-какое количество детей. Недавно там висел логотип компании, откуда я уволилась. Все мои мечты и цели сбываются. Мне радостно осознавать, что путь, которым я иду, Освещён прожектором фортуны. Как сегодня вот эта сцена. У меня всё всегда получается. И так же после МГИМО сложилась магистратура по международной политике. А ещё потом второе высшее по международному праву. А ещё потом дополнительное образование по психологии. Вот уже последние 7 лет я только и делаю, Что пытаюсь апдейтить свою парадигму. Пытаюсь наполнить положительными вибрациями свой быт. Я отвозила вещи в пункты приёма для малообеспеченных семей. Отнесла туда блендер, утюг, пальто, шубу, Ботинки с мехом моего бывшего. Мамины джинсы и свои любимые платья. Я старалась чаще видеться с родными. Иногда это были болезненные встречи. Тяжело видеться с людьми, Которым ты когда-то обещал что-то грандиозное. И не выполнил. И тебя даже наполняет какое-то чувство вины по этому поводу. Я решила разобраться с этим чувством вины. Я медитировала на Гуа. Делала глян-чакра Крио в живописнейших горах Грузии. Голодала по методике Экадаши. Соединялась с созидательными потоками Вселенной. Но недавно на спектакле «Иранская конференция» по пьесе Ивана Крыпаева я услышала такую реплику от героя. Вся моя формула приобретения того, что я хочу и того, что мне нужно. Только, ребят, если что, это не точная титата. Смысл этой формулы в том, что наше внимание и наши механизмы выстроены таким образом, чтобы ублажить самих себя и наши потребности. И модель всей моей жизни как бы это подтверждает. Оборачиваясь назад, мне кажется, что мои действия доселе не были сопровождены некой созидательной сверхзадачей самопожертвования. Они были продиктованы только личными потребностями и желаниями. То есть все в одну кассу. Я жила и наслаждалась этой жизнью. Надо было раньше, 20 лет назад, думать, какие инфоповоды в своей жизни я повезу на юбилей родных братьев. Быть может, если бы я ранее переосмыслила свои подходы, текущее положение моих дел было бы куда лучше. И, возможно, оно совпало бы с тем, что изображено на моей карте желаний. Накануне своего дня рождения я бросила себе челлендж. А слабо открыть свой бизнес, окунуться в мир макро- и микрозадач и нести ответственность за результат всей своей шкурой. Итак, я меняю роль вечного студента на более выигрышную и проактивную роль. Я собираюсь стать человеком бизнеса. Я просто открою ООО. Просто соберу команду. И мы просто будем работать на меня. У меня будет свое коуч-агентство. Мы будем оказывать людям услуги по саморазвитию и самосовершенствованию. Мы будем помогать им апдейтить их парадигмы. Это будет многогранный people-коучинг, ориентированный на все сферы жизни. Бизнес-модель такой компании не сводится к примитивному зарабатыванию денег. На кармическом уровне она более правильная. Построена на двухэтапной системе помощи людям. Сначала я помогаю людям за их деньги, а потом на эти же деньги помогаю другим. То есть ставлю высокий ценник за услугу, а 10% чистой прибыли отдаю тем, кому эти деньги остро нужны. Подумайте сами. Располагая прибылью около 3 миллионов рублей в месяц, я смогу ежемесячно переводить людям с онкологическими заболеваниями сумму в размере 300 тысяч рублей. Друзья, как вы знаете, любое дело нужно начинать с тщательной проработки бизнес-стратегии. По статистике, около половины бизнесов не выстреливают. Чтобы обхитрить статистику, я пойду другим путем. Я заручусь поддержкой лучших и буду уверенна идти вперед. Я снова пойду учиться. Дорогие друзья, сегодня уютный зал и как приятно пахнет никс ваших парфюмов. Я хочу, чтобы вы знали, вы всегда можете на меня рассчитывать. Но где вы еще найдете такую плотность успешных людей на один квадратный метр, как в бизнес-школе Сколково? Ну где? Этот опыт мне жизненно не обходил. Без него мне не удастся качественно допустить свой бизнес. Дорогие друзья! Друзья, мне сорок и как вы все поняли, я в полной жопе. Я прошу вас дать мне, быть может, последний шанс в моей жизни. Я хочу изменить свою судьбу. Чтобы получить бесценное, важное для меня образование в бизнес-школе Сколково, мне необходима сумма в размере трех миллионов рублей. Если вдруг вы планировали меня поздравить, вы можете сделать это, переведя деньги мне на карту. по номеру телефона или по номеру карты 4276-3800-1328-2871. В сообщении, пожалуйста, укажите на успех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...